Доброе утро, девочки мои! На градуснике плюс 9. Наконец-то ветер утих. Вчера очень сильный ветер был. Но сегодня солнышка нету, облачно. Но у нас сегодня тепло. Обещают плюс 18 днём. Птички поют. И это радует. Ой, классно на улице. Воздух свежий. Ещё раз доброе утро, девочки мои! Солнышка мне, конечно, будет сегодня не хватать. Ну и поэтому я решила надеть такую солнечную туничку, чтобы хоть как-то себе приподнять настроение. Представить, как будто солнышко есть. Потому что у меня сегодня много дел по дому надо сделать. Я уже поставила варить мясо. Сейчас оно поварится. Хочу сварить борщ. Хочу немножечко прибраться, пыль повытирать. И уже днём сходить на улицу. Я думаю, что может быть солнышко появится. Но если нет, по крайней мере потеплеет. 18 градусов. Это, конечно, здорово. Хочется пойти по воздуху прогуляться. Я надеюсь, ветер не разгуляется. Вчера ветер очень сильный. Бушевал. Я думала вчера выйти на улицу. Думаю, слышно, ничего не будет. Я снять ничего не смогу. Дома ничего не могла приготовить. У нас воду отключили. В общем, только к вечеру дали. Так что сегодня уже куча дел. Я хочу их все сегодня сделать вместе с вами. Думала, как снять. Отдельно снять готовку. Что-то отдельно снять. Думаю, буду снимать, как привыкла. И как вы привыкли уже. Пусть будет как есть. Вот. Так что давайте приступим. Сейчас я почищу овощи. Подготовлю овощи. Борщ я хочу сварить в мультиварке. Мясо только вот отдельно. Остальное все уже собирать буду. Борщ в мультиварке. Вот. Ну и потом же параллельно буду убирать. И все остальное делать. В общем, давайте приступим, девочки, к делам уже домашним. Так. Ну что, девочки. Мясо у меня сварилось. Я пока там цветочки полила. Вообще, начинаю я резать овощи на борщ. Решила приготовить в мультиварке. Но бульон, мясо я приготовила отдельно. Вообще, сейчас вроде бы пост. И те, кто на посту, кто не ест мясо, то можно просто приготовить постный борщ. Он будет тоже вкусный. Но я без мяса не могу. Поэтому я с мясом готовлю. Я решила, что я сделаю в мультиварке. Как обычно, просто вместо воды налью бульон. Мясо закину попозже туда. Все в кучу уже. Чтоб мясо уже было там. И все. Так. Ну сейчас вот это все по-быстренькому порежу. И в мультиварке еще почему удобно, то что я закину все. И потом буду уборкой заниматься. Я хочу побыстрее управиться со своими домашними делами, чтобы потом, как говорится, сделал дело, гуляй смело. И пойти прогуляться. Кое-куда хочу зайти. Но говорить пока не буду. Пока не пойду туда. А потом узнаете. Все. Я нарезала морковку, свеклу и лук. Наливаю маслица чуть-чуть. И кидаю сюда все это на зажарку. Делаем зажарочку сначала. Так. Туда добавлю томат и болгарский перец у меня замороженный. Сейчас уже нарежу я картошку. И займусь капустой. Все, девочки, зажарка у меня готова. Я туда сразу замороженный болгарский перец закинула, томат. Все это обжарила. И потом закинула картошку и вылила туда бульон с мясом. Все. Включила режим суп. Вот как картошка сварится, тогда уже закину туда капусту и зелень. Ну, постолить, естественно, лавровый листик там. И все, больше будет готово мне. Так, капусты хватит. Я хочу немного, чтобы у меня было борща, чтобы у меня не успело надо есть. Хочу половинку чашки сделать. Ну, как получится. Борщик у меня уже потихонечку кипит. Капуста. Капуста уже почти готова. Сейчас еще пару минуток. И я закидываю зелень и чеснок. Уже нарезала, подготовила. Все. Борщ будет готов. Все, девочки, я уборку свою заканчиваю. Уже последние штрихи. Все пропылесосила, пыль везде повытирала. Умница. Я с собой довольна. Все, осталось вот это вот моечку домыть. И все. Можно будет отдыхать, пообедать и пойти погулять. Ну, вот и все. Я закончила свои дела. Сейчас сажусь кушать. Немножко посмотрю новости и пойду на улицу. А на улице теплы уже плюс 16. У меня форточка открыта. Иногда даже окно открываю. Батарею еще вчера выключила. В общем, классно. Решила еще, девочки, сделать запеканочку по-быстренькому с фруктами. У меня две пачки творога. Я сюда сейчас закидываю яйцо. Одну. Так. Сахар. Я думаю, столовую ложку хватит. Ну, еще капелюшечку сахара. Все на сладкий делать не буду. Я решила сегодня делать с грушами и с яблоками. Половинка грушки, половинка яблочка. Уже перезала кубиками. Так. И у меня здесь две столовые ложки манки. Можно залить молоком. Я залью водичкой. Для того, чтобы это дело растворить. Не обращайте внимания на посторонний звук. Это ветер на улице разгулялся. И вот у меня вытяжка клацает. Так. Все это отправляю сюда. Я уже не жду, пока разбухнет манка. Потому что она в процессе все равно разбухает. Я хочу по-быстренькому намешать все, пока там рекламка идет. Так. Быстренько сейчас размешаем все это дело. И еще я добавлю сюда сметану. Столовая ложка сметаны. А может быть даже и больше. Вообще у меня тут, наверное, вся сметана и уйдет. Похоже. Посмотрим сейчас. Все. Размешиваем. Так. Ну все. Я раздавила все комочки. Все перемешала. Консистенция такая. Не сухая. Хорошая. Добавлю чуть-чуть сюда ванилинчика. Чуть пахло ванилинчиком. Я люблю, конечно, с изюмом. Очень люблю запеканку с изюмом. Но еще мне тоже очень нравится с фруктами. Она такая сочная вообще получается. Запеканка. Все. Отправляю сюда фрукты. Перемешиваю. Духовку я включила. Она пока разогревается. Решила сделать я смешанную с яблоком и с грушей. Груша сладкая, а яблокок и кислинку придают. Хотя можно просто с яблоком, просто с грушей. Можно вообще просто с любыми фруктами. Или с сухофруктами. В общем, нравится мне такая вот запеканочка. Я ее обожаю. Все. Беру вот эту формочку. Сейчас смажу ее маслицем сливочным. И все. И в духовку на 180 градусов выпекать. Ну, минут 45 последний раз она выпекалась. 45-50. Пока не подрумянится вверх. Все. Моя запеканочка готова. Выпекалась 50 минут. Пускай остывает теперь. Ну, вот, девочки, я вышла из дома. И иду на конечную. Ой, цветочки какие-то желтенькие. Сейчас покажу вам. Так красиво смотрится. Вот такие вот цветочки классные. Их много. Их тут уже много. Повылазило. Ну, прям целая такая вот поляна. Классно. А вот тут наклумбит не только желтые цветочки. Еще какие-то красивые беленькие. Петушки, я смотрю, сиреневые. Там он еще дальше. Какие-то красивые цветочки. О, какая радость. Люблю посмотреть на цветочки. Такие вот. Увеличу я их. Вот такие милые, славные цветочки. Вообще, хочу вам сказать. Одела я куртку, потому что я смотрю. Ветер очень был такой, порыв усилий. И я решила перестраховаться. Но сейчас иду, я чувствую, что мне жарко. Немножко подрастегнусь сейчас. В общем, куда иду? Мне надо зайти в аптеку. И у нас, наконец-то, есть магазин цветов. И мне кажется, что я там видела цветы не только такие вот, которые в вазочку ставим, но и комнатные декоративные. Мне же сын гортензию подарил. Ну, я-то ее поливаю, но нужно ее пересадить в большенький горшочек. Поэтому я хочу посмотреть там, может быть, есть горшочки. И, может быть, я получу какую-то консультацию по уходу. Какое-то, может быть, там удобрение надо дали еще что. Ну, хочется, чтобы цветочек пожил. Вообще, цветок многоразовый. Он там ни одного года должен. Вроде как два-три года, три года, да, трех лет лет живет. Отцветает, потом опять цветет. Но у меня, честно говоря, никогда цветы я не заводила. У меня цветов не было. Поэтому уход за цветами где-то, в общем-то, мне неизвестно. Ну, так-то я кое-что посмотрела по интернету. Ну, хочется из первых уст услышать от продавца. Продавцы, я думаю, которые продают такие цветы, я думаю, они знают, как за ними ухаживают, да. Вот. Ну, классно. Погодка такая вот хорошенькая. Может быть, даже и хорошо, что солнце не печет. Если бы сейчас солнце полностью вылезло, было бы просто пекло. Но сегодня до 18, а завтра до 21 вообще передали. Так что, я думаю, завтра солнце появится, будет очень жалко. Так, ветерок вроде поддувает периодически. Мне кажется, хорошо вы меня слышите или нехорошо, мне неизвестно. Ладно. Идем дальше. И куда я зашла? А какая тут красота! Ёлки-палки! Прямо я прям не могу. Смотрите, как я люблю цветочки, девочки. Я, правда, люблю на них смотреть, не столько ухаживать. Но, смотрите, как много всяких растений, таких классных. И вот таких цветущих, как цветочки. Все, я тут получила полную консультацию. Все мне подсказали, рассказали. Вот такие вот растения классные. О, как много всего. Вот. В горшочек пересаживать мне гортензию еще рано. Когда уже цветочки цветут, тогда сказали пересадить. Я потом сюда приду, куплю специальный грунт для гортензии. Посмотрим, как она сейчас будет себя вести. Ой, смотрите, какие малюсенькие лапочки. Цветет цветочек. Какая прелесть. Какая прелесть. Вот такие вот еще есть цветики. Смотрите. Алуи. Ух ты! Вот это да! Если у кого мухи в доме летом летают, мухолов, пожалуйста. Класс. А вот это, смотрите, какая красота. О, какая. Амарин? Амарин. Амарис. Класс. Класс. Ну и горшочков. На всякий вкус выбор. В общем, что хотите есть. Все, вышли я, девочки, с магазина. Вообще, постояла, пообщалась. Продавец. Очень приятная женщина. И я, конечно, от нее получила полную консультацию. Все она мне рассказала, подсказала. Да и так вот о том, о всем поговорили. Ей там скучно видно одна. В общем, короче говоря, она сказала, что рано цветок пересаживать. Цветочки должны отсвести. Потому что, если сейчас их пересаживать, я не знаю, слышите вы или нет. Если сейчас пересаживать, то цветочки могут быстро опасть. Вот. А им сейчас это не надо. Пока она говорит, пока цветут, пускай цветут. Вот. Так что все хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Там, девочки. Решила я еще зайти в фикс прайс. Побыстренько. Кое-что там нужно мне купить. Такая лестница крутая. Опачки. Магазин закрыт. Ревизия. Да елки-палки. Ну, я думаю, что завтра ревизии не будет. И значит, завтра я туда и зайду. Потому что мне там нужно кое-что купить. Заодно завтра с вами посмотрим, что там новенькое появилось. А может, ничего не появилось. Пойду-ка я зайду. Палатку. Может, помидорчики какие-нибудь вкусные увижу. Я последний раз помидоры взяла на доставку. А мне их принесли такие какие-то не очень. Какие-то они недозрелые. И я их не ем и другие не покупаю. Сейчас взять купить другие. А те уже потом покушать. Я вот люблю розовые помидорчики. Вот такие вот. Ну, симпатичные какие. Взяла я, девочки, помидорчики. В ларьке. Ну, вот это самый лучший. По 300 рублей розовый помидор. Он такой вкусный. И вот я там увидела белорусское масло сливочное. А масло стоит 400 рублей килограмм. Ну, по-моему, недорого. Это нормальная цена. Вот, и здесь 850 грамм брикет. Ну, я уже не стала резать. Думаю, в морозилке его можно хранить. Может быть, соседка еще даже захочет. Я с ней поделюсь. Вот, так что порезать брусочками, в морозилку положить. Будет долго храниться. Ну, а по поводу цветочка, видите, я сразу пришла. Она сказала, надо снять упаковку. И можно даже не обязательно каждый день поливать туда воду. Ну, чтобы смотреть, чтобы не пересох, конечно, грунт. Можно сюда водичку наливать немножко. И цветочек будет подсасывать. Она говорит, пока цветочки все вот эти не отцветут, и вот эти, которые еще не распустились, пересаживать нельзя, иначе цветы все завянут. Я на улице говорила, но я так и не знаю, вы меня там услышали или нет, сильный был ветер. Вот, так что еще вот, вот еще должно распуститься. В общем, короче говоря, пока не отцветут. Она мне показала, как выглядит уже отцветший. Когда отцветут, тогда уже вот это надо будет пообрезать. И можно будет потом уже пересаживать. Ну, по крайней мере, я думаю, что месяц-два еще должен цветочек у меня постоять. Вот так все правильно делаю. Водичка, она, говорит, либо отстоянная, ну, я говорю, можно с фильтром, можно. Но только не холодной водой, комнатной температурой. Можно попшикивать тут. Можно через день, не обязательно каждый день. Но если не очень сильно жарко. Так что вот так. Девочки, вот на масле решила я остановиться поподробнее. Тут состав написано, изготовлено из пастеризованных коровьих сливок. Все. Больше в составе ничего нету. Масло свежее. 9 марта, 22 год. В морозилке можно хранить до 20 суток. В общем-то, я хочу попробовать это масло. И мне интересно, на вкус должно быть вкусное. Я вот так отрезала кусочек, попробовала. Масло действительно вкусное. Даже есть такой легкий привкус коровьего молока. Мне нравится хорошее масло. А я уже надела сарафанчик, девочки, вот такой легкий. Потому что у меня жарко. Вот. И хочу сказать спасибо белорусам за вкусные продукты. Мне очень нравится. Я вот уже за последнее время много разных белорусских продуктов попробовала. Они все вкусные, все качественные. Мне очень нравится. Девочки, посмотрела. Я там уже наснимала много. И я так думаю, что поход в фикс прайс я сниму отдельным видео. Походим, посмотрим, что там новенького есть. Потом я не знаю, ревизия на сколько. Она может не на один день быть, а на два. Ну, в общем, короче говоря, в фикс прайс мы пойдем уже отдельным видео. А это видео я хочу с вами закончить, чтобы быстрее смонтировать и быстрее, чтобы вы его увидели. На этом я хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok